Как и положено, перед праздником открытия Диулинского путепровода, иначе и не назовешь, дорожное полотно приводит в порядок. Само утро на посту поливальная машина. Перед тем, как открыть новое сооружение, министру транспорта Московской области и главе Сергея Посадского района, строители рассказывают о выполненном объеме работ. Этот объект сложный, пришлось изрядно потрудиться. Однако, отмечают специалисты, в целом идем даже с опережением графика. Главное, чтобы жители были довольны. Строители довольны всегда, когда у них все получается. Мы довольны строителями, потому что мы все вместе были довольны нашими дорогами. Они должны быть безопасные и качественные. У нас сегодня перегрузка, скажем так, основной улицы в центре города, это проспект Красной Армии, в 25 раз нагрузка превышена. И в часы нагрузки, в пиковые часы нагрузки, просто весь город просто стоит. Поэтому вот эта дорога, очень все ждут, очень ждем, и просто рассчитываем, что просто будем скоро ездить, не ездить, а летать. Без пробок? Без пробок, да. И вот он, торжественный момент. Алексей Гержик и Михаил Токарев дают старт транспортному потоку. Это очень знаковое и очень ожидаемое событие для Сергея Посадского городского округа. Прямо сейчас, в эту минуту, первые счастливчики пересекают вновь открытый Диулинский мост. Общее строительство западного объезда должно завершиться к середине ноября. Диулинский мост – это последнее искусственное сооружение в составе большого проекта под названием «Западный объезд». Протяженность без светофорного путепровода – 120 метров. Движение организовано по четырем полосам. Здесь до переезда четыре полосы для движения. После переезда аналогично четыре полосы для движения до рынка, получается, до съезда на рынок на строительный. А дальше три полосы. То есть две стороны Диулина, в сторону Диулина и одна полоса в обратную сторону, в сторону города. На сегодняшний день по Диулинскому мосту открыто так называемое рабочее движение, потому что работы вокруг еще будут продолжаться. Строители готовят съезды, тротуары, предстоит также облагородить территорию. На старой дороге, которая вызывала нарекания не у одного поколения водителей, уже сейчас начали демонтировать плиты. И, похоже, километровые пробки действительно совсем скоро канут в лету. Диулинская развязка входит в третий этап западного объезда. Его общая протяженность – более 11 километров. И это самый продолжительный этап. В целом протяженность западного объезда составляет 14,5 километров. Он идет от дороги М-8 Холмогора-Сергиев-Посад-Московское шоссе по направлению к селу Благовещение, далее вдоль границы Сергиево-Посада на север к Новоугольческому шоссе. На данный момент готовность объекта составляет более 85%. В строительстве задействовано порядка 100 специалистов и 45 единиц техники. В планах запустить весь западный объезд 15 ноября этого года. Татьяна Трушкина, Кирилл Григорьев. День города.